В одном из лучших учебных заведений АКСУ в школе имени Ибрая Алтонсарина прошел республиканский семинар. Педагоги со всей страны делились профессиональным опытом и практическими умениями, а школьники продемонстрировали свои многочисленные научные достижения. Семинар собрал учителей и руководителей образовательных организаций, тренеров Центра педагогического мастерства, специалистов Института по повышению квалификаций педагогических кадров. Всего получить новые знания приехало более 70 человек. В данный момент уже пленарная часть прошла, сейчас проходят 8 панорамных уроков, дальше будут работать методические кейсы около 4 площадок. В данной площадке мы будем показывать не только теорию, а основную практическую часть, чтобы учителя с собой забрали практику и смогли использовать на работе. Данная школа в городе АКСУ является по рейтингу лучшей, и думаю, надеюсь, данный семинар пойдет на высшем уровне. Многих семинаров только показывают теорию. У нас будет чистая практика. В данном моменте, видите, площадки рабочие стоят. Чистая практика. Учитель будет задавать ребенку, также учителю вопросы, как достичь не только, как достичь практику. Чистая практика. Учитель увидит глазами, может использовать на работе. В данном моменте эта школа показывала результаты до международного уровня, до республики, до областей. В данный момент эта школа рабочая площадка является, практическая рабочая площадка, что учитель может быстро усвоить информацию, взять информацию и просто использовать на работе. После официального старта семинара гости отправились на открытые уроки, начиная от математики и заканчивая химией, где профессиональные лекторы на своем примере показывали, как следует вести занятия, обсудили новые подходы в школьном образовании и как удерживать внимание своих подопечных. Посетила семинар практически, это урок математики. Я считаю, что здесь очень много полезного можно для себя взять и применить в дальнейшей деятельности на своих уроках. То есть преподнести дальнейший этот опыт другим учителям, допустим, в моей школе, в каких-то других школах, поделиться опытом. И есть что подчеркнуть с сегодняшнего республиканского семинара. Я сейчас увидела, допустим, операционно-познавательный этап на уроке математики, и как учитель математики заинтересовывает учащихся к предмету математики, потому что предмет очень сложный, поэтому не у каждого ребенка есть мотивация к этому предмету. И я считаю, что для каждого учителя математики это очень сложный такой, знаете, как бы вопрос заинтересовать к математике, потому что сам по себе предмет очень сложный. Поэтому я думаю, что сегодня семинар, который проводит школа имени Аутенцарина, она очень полезна и актуальна на сегодняшний день. Место проведения конференции было выбрано не случайно. Школа имени Ибрая Аутенцарина является одной из лидирующих в городе. И в рамках семинара они показали гостям научные достижения своих воспитанников. Одно из самых полезных – это исследование по выявлению витамина С в продуктах питания. Мы изучали витамин С в разных продуктах, и мы нашли то, что большее количество – это в перце. И вот мы делали разные эксперименты с помощью стема-раборатории. Сейчас, в наше время, насадок витамина С – очень важная проблема, так как еще каждый год количество витамина в продуктах уменьшается. Поэтому это очень важная проблема, которую мы хотели найти решение тому. И узнали, в каких областях большее количество витаминов есть в продуктах. Нашли калериацию. И вот мы теперь знаем то, что в Нар-Ин-Коне, в Сапсе-Ерекше самое большое количество. Просто мы хотели найти именно казахстанские продукты, природные источники, так как сейчас многие используют витамин С с аптеки искусственной, но там количество другое, оно хуже нашему организму. А то, что недостаток витамин С приводит к заболеваниям иммунным серьезным. В учебном заведении обучается более 1200 детей. Работают 96 учителей. На занятиях часто используются современные методы преподавания. В результате дети добиваются больших успехов в науке. Ермек Сапаров, Алексей Мехедов, Ертас Ахпарат из города Аксу.